И снова присоединяйтесь к онлайн кинотеатру Paramount+. 28 апреля 2022 года, выходит новый выпуск фантастического сериала. В эфире уже шестая серия. Седьмая часть сезона ждет своих поклонников, 5 мая в следующий четверг. В новой серии фанатов фильма, удивят новые события. Главный герой Джон сталкивается с Кэтрин. Он пытается с помощью угрозы добиться от нее правды. Джон хочет понять, что с ним происходило в детстве. Со злостью он готов убить ее. Но в этот момент рядом с ними оказывается Картана. Она останавливает главного героя и ей это удается. Однако встреча Кэтрин и Джона не последняя. Они снова выходят на разговор, только на этот раз он более спокойный. И тут Кэтрин рассказывает ему про прошлое. Она объясняет мужчине, что он такой не один. Все спартанцы НДЭШ. Это похищенные дети. Это делалось для того, чтобы заменить их на клонов для родителей. Только клоны долго не жили, их смерть встречали родители. Сам Джон обладает уникальными особенностями, у него есть индивидуальный код. Данный код НДЭШ. Это ключ к вселенной и всего человечества. Но их разговор случайно слышат Маргарет и Джейкоб. Они оба принимают решение больше Джона не брать с собой. Доступ на посещение Картана ему закрыт. Также выясняется настоящее имя благословенной. Зовут ее Маки. Она является тоже похищенной из семьи в детстве. Она предлагает ему, чтобы Джон обращал внимание на свои видения и пытался в них разобраться. В шестой серии также открывается информация то том, что между Джоном и Маки есть сходство. А, именно, это одинаковый ген. Сам Джон просит Миранду допустить его еще в один артефакт. Миранда выполняет просьбу героя. Но при этом контакте Джон находится при смерти. Ему видятся необычайные сюжеты, за которые он хочет зацепиться, и потусторонний мир его не отпускает. Все это угрожает жизни и здоровью Джона. Такое же самочувствие характерно и для Маки. Что же произойдет дальше? Чем дальше, тем интереснее раскрывается фантастическая история. Следите за новостями и не пропустите следующий выпуск.